Парк в церкви впервые. Это классическая история. Время стал Антиох-Эпифан. Открываем Псалом 23, стих 1 в 23-м Псалме. Земля, она принадлежит, и все, что ее наполняет, Бог, мир, обитаемая земля и живущая на ней. Давайте помолимся. Господь, спасибо за каждого человека здесь. И Твой Дух здесь, что более важно. И мы даем Ему свободу двигаться. И Он уже движется. И мы благодарим за это. И да услышим мы то, что Ты хочешь сказать нам сегодня. Во имя Ишуа. Аминь. Завтра у нас еще будут уроки. Завтра пиццей студентов угощают. Так что закажем пиццу на завтра. Посещаемость будет стопроцентная. И что-нибудь попить, типа Кока-Колы и всего остального. Уверен, вы все будете здесь. Пожалуйста, не приводите всех членов семьи Вашей. Так, пицца и Кока-Кола в 6.15. До 6.30. 15 минут. У нас будет пицца, веселое время, но также мы будем изучать Слово Божье. Я попрошу просьбу. Выключите, пожалуйста, ваши телефоны. Если у вас есть дети, и вам надо с кем-то быть на связи, просто на вибро поставьте. Псалом 23. Земля Господня. И что наполняет ее? Вселенная. И все живущие в ней. Все принадлежит Господу. И Бог, Он видит всю эту вселенную. Он насадил эту землю. Он создал нас. Аминь. На земле. Мы можем наслаждаться определенными благословениями. У нас может быть дом. Одежда. Машины. Работы хорошие. Согласно этому слову, и думаю, что вы уже все знаете это, Господь, Он хозяин всех этих вещей. Он создал все это. Он сотворил. И все принадлежит Ему. Итак, когда мы становимся верующими, Он дает нам много хороших вещей. Но Он все еще остается владельцем всего того, что мы имеем. Все, что у вас есть в вашей жизни, принадлежит Господу. Но мы управляющие. Мы, да, управляющие. Это принадлежит Господу. Он дал это нам. И через веру мы осознаем, что все-таки Он владелец. Но Он дал это все нам. И мы управляющие. Мы смотрители всего того, что Он дал нам. И, естественно, Он хочет, чтобы мы были хорошими управляющими. Вы знаете, если у вас, например, бизнес есть, и, может быть, вы хорошо кирпичи кладете, вы очень хорошо кирпичи и кладку можете сделать. И вы босс просто, начальник. И мысль, хочу начать свой личный бизнес. Зачем мне на кого-то работать? Я могу делать свой бизнес. И буду зарабатывать гораздо больше. Одна вещь — быть хорошим, хорошую кладку делать, кирпичную. Но совершенно другое — управлять всем этим бизнесом. Это как будто два разных мира. Я начинал бизнес в своей жизни. Вы можете быть хороши в определенном каком-то участке. Вы можете хороши быть в определенных умениях. Но быть управляющим бизнеса включает в себя много знаний и много разных способностей. Очень много воздержания и самоконтроля. Так что Господь дал нам много разных хороших вещей. Он владелец этих вещей. Но пока мы на земле, Он дал нам большое благословение и большую привилегию и огромную ответственность управлять тем, что Он дал нам. Это замечательно — иметь свой личный дом. Иметь машину. Но тебе надо начать заботиться об этих вещах, ухаживать за ними. Вам надо разумно управлять ими. И Господь также ожидает, что вы будете такими. И вы хотите иметь все преимущества хорошего дома или хорошей машины или иметь свой бизнес. Вы должны разумно управлять им этим. Аминь. Хочу поговорить о трех вещах, которыми Бог хочет, чтобы вы управляли правильно, разумно. В английском все эти три слова начинаются с одной буквы. Он хочет, чтобы вы управляли правильно своим временем, своими талантами и своим сокровищем, что деньги и являются. Много вещей нам надо управляться в жизни. Многими. Но мы поговорим о трех вот этих больших вещах. Управление временем, вашими талантами, способностями, которые Бог снарядил вас, дал вам. и управлением вашими деньгами. Все ваше время принадлежит Господу. И Он вернул вам его. Он владелец времени, но Он дал вам в пользование, в разумное. Он дал вам таланты, и в некоторых талантах вы очень хороши. Он владелец этих талантов, но Он дал их вам. И Он хочет, чтобы вы разумно ими пользовались. И Он также дал нам деньги. Способность зарабатывать деньги через работы. Это Его деньги. Но Он дал их нам назад, вернул, чтобы мы ими управляли. И Он хочет, чтобы мы ими пользовались разумно. Кто был сегодня на молитве? Поднимите, поднимите. Правда, моя супруга сильна, когда она говорит? Мощна. Чувствовали огонь? Было ли помазание? Правда, весело было. Но то, что я сейчас буду учить, может, не покажется вам веселым. Вчера был такой, замечательные темы поднимались. Не спать много. Я могу книгу написать на эту тему. Что делать, чтобы заработать много денег? Ложитесь спать в разумное время, для того, чтобы стать пораньше выспавшимися и провести время с Господом, искать Его. Я шучу, но вот, что я пытаюсь вам донести. Вы чувствовали ту силу, которая была внизу? Хотите этим оперировать в своей жизни? Аминь? Тому, чего я сегодня вас буду учить, если вы эти вещи приведете в порядок в вашей жизни, у вас тогда будет способность оперировать тем, что было внизу, таким же огнем. И мы верующие уже достаточно долгий период времени, и видим эти вещи постоянно, везде. Молодые люди, молодые девушки имеют сильнейшее помазание. Они могут проповедовать сильно. Они могут учить сильно. Они двигаются в духовных дарах. И вот внезапно их жизни разваливаются на части. Их семьи распадаются. Происходят сексуальные грехи. Начинается любовь к деньгам. Начинаются разводы и прелюбодеяния. И вот этот парень с огромным потенциалом движется в духовной сфере с силою. И вот он падает. Почему? Потому что он не привел в порядок то, что я вам рассказываю. И это правда. Я говорю вам истину, ребята. Вы должны привести все эти вещи сначала в порядок, если вы хотите двигаться в чудесах и сверхъестественных. Если у вас эти вещи не в порядке, и вы начинаете двигаться в сверхъестественном, это может быть очень опасным. И мы видели многих молодых ребят и сестер, которые падали. Почему? Они не ставили практически вещи в порядок. И может быть, то, что я буду говорить, оно не звучит вам важным. Может, оно не звучит очень радостным. Но поверьте мне, оно... Это очень важно. Оно стоит того. Если вы хотите быть лидером в теле Христовом, и если вы хотите двигаться в сверхъестественном. Итак... И вчера мы затронули тему распределения времени. У вас должно быть написанное расписание. На неделю расписание. На месяц расписание. Записанное. И потом каждый день у вас должно быть записано, что вы должны сделать в этот день. И вы можете спросить, пасторик, ну что, я действительно должен это делать? Все, что я вам могу сказать, все успешные люди это делают. На всяком жизненном поле в любой сфере все успешные люди имеют записанное расписание. И мы все хотим быть успешными. В каждой области нашей жизни. Мел у нас есть? Скажите. У вас когда-нибудь учили о распределении времени? Нет. Достаньте кусочек бумажки. Я хочу, чтобы это у нас будет такой черновичок написанный. Возьмите листик и расчертите его на четыре полосочки. И вертикально проведите полос для семи дней недели. Okay. Do you start the week on Sunday or Monday? Monday. Oh, boy. Okay. Making things really different. Yeah, we are. Okay. Okay. Yeah. So, you have Friday evening. Four lines four lines four lines горизонтальные and seven one, two, three, four, five, six verticals. И шесть полосочек получится семь колоночек. Seven days of the week Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Начиная с понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Да, у нас семь дней недели. Я просто проверяю. У вас семь дней недели. Now, here's what I do it. The seven days каждый день разделен на три временных отрезка утро обед и вечер это глубоко это и я учусь сейчас очень глубоко вы все равно никогда это не слышали своей жизни так что учитесь в глубине посмотрите на меня нормальный американец мужчина или женщина понедельник утро и обед они работают и вторник и среда и четверг и пятница это рабочее расписание обычно у нас в америке в воскресенье утром мы ходим в церковь в течение недели однажды вы имеете где-то там домашнюю группу или малые группы пусть это будет среда вечер отмечаете это шикарная творческая работа художника просто посмотрите когда я говорю когда я говорю что у вас должно быть расписание на неделю вы думаете о это тяжело я никогда это не делал вот как как я расписываю свою неделю это конечно много но как вы видите здесь нормальная христианская жизнь американца очень легко ее поставить в расписание и большинство вашей недели аминь и так у вас есть открытые даты так сказать есть пустые места я верю что это по-библейски иметь один день отдыха мы работаем шесть дней и отдыхаем один день и если я американец молодой и начинаю жить если я посещаю церковь по воскресеньям утром я буду отдыхать обед и вечер может быть расписание не так уж и сложная штука и у нас есть очень важные открытые такие свободные времена если у вас работа и естественно вы часть церкви тогда вам легко вашу неделю поместить в расписание но вам надо видеть это написанным вам надо иметь это в разуме и нарисованным на бумажке как многие знают что в жизни в дополнении к полновременной работе есть еще очень много ответственности которые мы имеем церковь домашняя группа может быть вы лидер прославления или команда прославления у вас репетиция как много имеют свой дом из вас свое жилье надо убирать его правда вам надо убирать ваш дом или квартиру и не раз в году если вы убираете свой дом раз в году пожалуйста никогда не приглашайте меня к себе в гости я не хочу ничего подхватить я не хочу чтобы на меня что-то свалилось в Америке много женщин работают мужчины работают суббота после обеда хорошее время убрать дом это не супер духовно правда может быть в субботу утром вы хотите поспать чуть-чуть дольше я говорю про американцев или канадцев если вы ходите по воскресеньям в церковь а все пять дней работаете то у вас единственный день поспать дольше это суббота утро так что в субботу утром может если вы в Америке вы отдохнете чуть больше а после обеда вы захотите убраться в доме или вы хотите сохранить свободное время в субботу но убирать там в понедельник например вечером поднимите руки у кого есть своя машина надо убрать свою машину или починить заняться мелким ремонтом может надо масло поменять вы должны все расписать это записать это в расписании и потом вы смотрите ваши открытые даты время в расписании и вот эти открытые свободные времена и день отдыха так сказать в субботу вы должны сделать все что у вас всплывает по жизни и ваши дела решать аминь хочу что-то сказать все имеют всего лишь 24 часа в сутки точно у вас 24 часа в сутки каждая неделя всего 7 дней каждые сутки 24 часа каждый год каждый год 365 дней плюс минус точечкой 2 что я пытаюсь вам сказать что у нас у всех одинаковый кусок отрезок времени в нашей жизни Бог сделал это таким образом Он спланировал это все у каждого человека всего 24 часа в сутки 7 дней в неделю и Бог ожидает что каждый человек будет пользовать это время мудро это его время он владелец этого времени он вернул вам его назад для того чтобы вы управляли им вы никогда не сможете сказать у меня так много надо сделать я не успею кто говорил так в своей жизни кто чувствовал так что ой не я это не потяну мне столько надо сделать у вас есть достаточно времени сделать все все что Господь хочет чтобы вы сделали услышали последнюю часть у вас достаточно времени чтобы сделать все абсолютно все то что Господь хочет чтобы вы сделали не то что вы хотите делать я говорю вам что у вас достаточно времени сделать то что Бог поручает вам сделать амэн он уже вам выделил один день для отдыха вам не нужно 7 дней для отдыха есть люди которые постоянно уставшие они просыпаются и уже уставшие в середине дня они уставшие и ночью они уставшие и они начинают следующий день и снова уставшие вы не хотите жить так вы хотите жить с энергией да итак я хочу чтобы вы очень быстро заполнили свое расписание я хочу чтобы вы быстро заполнили ваше расписание понедельник вторник то что вы обязаны делать утро день вечер распределили где работа где служение где где что и обведите кружочками свободное время очень быстро сделайте семь дней неделю разделите на утро обед и вечер и заполните где вы работаете где репетиции служение церкви может быть вы следите помогаете за бабушкой дедушкой мамой папой престарелыми запишите это если вы посещаете таких пойти в кинотеатр не считается не надо это записывать как работу играть в баскетбол тоже не считается и шоппинг тоже не впишите в работу простите женщины шоппинг мы не записываем очень быстренько не усложняйте если есть что-то поставьте крестик если нету ничего напишите буковку о нолик пустое место как отдых все очень просто и помните вчера мы говорили что вам необходима базовая дисциплина вашей жизни я не говорю о том чтобы вы расписали мне почасово что вы будете делать в этот день просто в основном что у вас если вы сделали поднимите руку все написали все нарисовали кому-то ручка карандашик надо крестики там где работа церковь работа три петиции служения или вы посещаете больницы или по тюрьмам ходите раз в неделю отметили это крестиком как работа и ноликом там где отдых посмотрите на свое расписание посмотрите на свое расписание и в большинстве случаев ваше расписание легко управлять им правильно я бы сказал в большинстве случаев большинство недели уже можно назвать спланированной и у вас есть основное расписание в принципе на всю неделю итак то что вы делаете ежедневно что вы решаете что мне надо сделать сегодня может вы начнете с номер один самого важного номер два номер три у меня от десяти до двадцати пунктов каждый день дела которые я должен сделать десять пятнадцать двадцать вещей и не всегда я их все делаю но я делаю большинство из них я исполняю большинство из этого из этих пунктов вот это называется хорошее управление временем может у вас есть время для общения с братьями и сестрами запишите это в расписание поставьте это в расписание вали камеры если вам надо попить кофе пойти с братьями и сестрами или с кем-то провести время тоже запишите это в пункт выполнения то что вам надо сегодня сделать если вы делаете это я говорю что ваша жизнь станет проще вы начнете чувствовать себя лучше от того что вы увидите что у вас получается выполнить определенный кусок дел например грязный дом липкий очень грязный и вы ходите по нему целый день каждый день через две-три недели дом начнет вам отвечать ты должен убрать меня ты давненько меня не убирал ты должен убрать меня в конце концов нет ты знаешь что ты должен меня убрать не делай извинений ты знаешь что ты должен меня убрать и что происходит когда ты в конце концов убираешь этот дом правда лучше становится вы чувствуете себя лучше потому что это послушание это послушание Богу и это помогает вам быть хорошим уборщиком и мы все благодарны что вы уборщик у меня есть машина и мы с супругой пытаемся содержать ее в чистоте я мою свою машину я пылесосю внутри машинки я пытаюсь держать ее в чистоте я сажу свою машину и чувствую себя хорошо это естественно это практично но чтобы вы поняли это есть послушание вот что я вам говорю в Америке когда ты покупаешь машину и имеешь машину и ты одалживаешь ее кому-то или на свидание возишь кого-то у тебя например красивая девушка и это ваше первое свидание и это ваше первое свидание а ты два года не убирался в своей машине все молодые ребята они постоянно студируют свою машину моют вычищают ее аминь они хотят впечатлить девушек и потом когда они женятся они потом опять ее следующих два года не чистят давайте сейчас возьмем перерыв и я хочу чтобы у вас просто внутри понялась эта система обыкновенного базового расписания на неделю и Продолжение следует...